Приветствую вас, и вообще-то, это вам нужно себе задать этот вопрос, ведь вы пьёте алкоголь и, соответственно, вы можете, только вы можете знать, почему вы его пьёте, что он вам даёт, да, вот, и так далее. Только вы, не мы, только вы можете знать ответ на этот вопрос, вот, потому что мы вас не знаем. Значит, смотрите, по общему правилу, да, по общему правилу, наш алкоголь хочется пить, как правило, тогда, когда он что-то даёт, алкоголь что-то даёт. И что-то даёт он такое, такого, точнее, что-то даёт такого, такого, значит, что вы не можете получить, ну, в реальной жизни, вот, по факту. То есть, как бы, ну, хотели бы получить, например, вот, хотели бы получить, но возможности такой у вас нет, например, да. Как правило, это может быть обвинение себя, стремление к смерти, подсознательное, расщепление, то есть, как бы, ну, посмотрите, то же самое, что и обвинение, только в более общих, более общих чертах. Это обвинение, это одна из форм расщепления, вот, что я не такой, что я, там, плохой и так далее, и так далее. Вот, понимаете, вот, как бы, история, она в этом, ну, история, она про это. Вот, вы также можете, в принципе, избегать чего-то, ну, просто можете чего-то избегать, каких-то неприятных моментов для себя, вот. Ну, может быть, может быть, может быть, и такая история, вот. Может быть, что, действительно есть зависимость, вот. Вот, хотя, если честно, ну, я, вот, лично, лично я, да, лично я, лично я, а, я вот, ну, не думаю просто, что у вас, прям, обязательно, да, прям, обязательно зависимость. Если честно. То есть, я думаю, что, помимо зависимости, да, вот, помимо зависимости, ну, у вас, ну, может быть, и какие-то психологические факторы. Вот, связанные с алкоголем. Это могут быть и закрепленные эмоции. То есть, вот вы, допустим, у вас были какие-то эмоции, да, важные для вас. Ну, например, самое банальное, наверное, что может быть, это, например, грусть, слабость, эээ, боль. 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 Глава-боль. Да? Допустим. Вот. Вот вам, эээ, было больно, вы, эээ, выпили алкоголь, вам стало легче. Что вот, закрепилось. Такое состояние. Что просто закрепилось. И, теперь, каждый раз, когда вы хотите, когда раз, когда вы испытываете боль, да, боль ведь она, произошла. Да, не просто так, появилась та боль, как бы, ну, не на ровном месте. Вот. Если боль появилась, значит, у нее есть причины какие-то для того, чтобы появиться. Вот. Ну, вот теперь, каждый раз, когда вы испытываете эту самую боль, у вас есть непреодолимая тяга, там, потому что, чтобы, значит, выпить алкоголь. Необязательно это может быть боль, необязательно это может быть именно боль, да, то есть, может быть и что-то, что-то другое, например, там, допустим, какие-то эмоции это могут быть, другие. Та же радость, например, вот, вот, эээ, состояние алкоголя, легкость, легкость испытали, да. И все, и начинаете уже, только в этом состоянии испытывать легкость, в другом деле. Знаете, или, там, проблемы ваши, ваши проблемы, да, беспокоили вас, ну, какое-то время. Вот, алкоголь выпили, случайно, да, попробовали, проблемы исчезли, все. Тяготеете теперь, соответственно, эээ, ну, стяготеете только к алкоголю, как источнику, значит, значит, решения ваших проблем. Понимаете? Можно еще много приводить примеров на самом деле. Важно понять одно, что алкоголь всегда дает то, что вы не получаете в реальной жизни, по факту, да. Вот, и, соответственно, если вы не хотите, например, пить алкоголь, да, если вы хотите от этого избавиться, вот, что мало, мало просто, как бы, ну, сказать себе, вот, типа, все, я больше, ну, я больше не пью, да, например. Этого мало, этого мало, мало себе сказать, вот, здесь нужно именно, вот, эээ, смотреть, почему вы выбрали алкоголь. Вы выбрали алкоголь, вы для чего? Понимаете? То есть все, все это происходит, эээ, не случайно, не случайно, не случайно выбрали, вы, 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 вы выбираете именно алкоголь, вот. Вы выбираете, там, бег от проблем, допустим, а не их решение, вот. Это не случайно происходит. Вот, поэтому все это нужно исследовать, обязательно. Вам. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет, эээ, вам простраивать стратегию коррекции поведения и, эээ, психокоррекции, ну, то есть индивидуальную работу. Вот так. Если ваш вопрос не носит правный характер, то вот так. Если алкоголь вы пьете постоянно, и уже, эээ, испытываете физическую потребность в нем, тогда, как, как и сказал мой коллега, вам следует обратиться к врачу, чтобы он, чтобы он, чтобы он вас, эээ, чтобы он провел детоксикацию, вот, чтобы он вывел у вас из организма вверх алкоголь, вот, и чтобы вы, соответственно, уже, смогли, эээ, ну, более-менее адекватно, да, воспринимать, эээ, психотерапию, например, чтобы вы могли реагировать на нее, ну, и так далее. А, надеюсь, что это, вот, именно это понятно вам, надеюсь, то, что, вот, я попытался донести до вас, вот. Что же важно очень понимать, эээ, что, самостоятельно вы, скорее всего, не справитесь, и что, в любом случае, вам нужна помощь, скорее всего. Так что, в зависимости от того, что вы хотите, да, нужно, детку, если, хотите, вы хотите жить в полноценной здоровой жизни, то, обращайтесь к специалистам, специалистам. Вот, почитайте, кстати, в интернете есть, эээ, психологическая игра «Алкоголик». Обязательно почитайте про эту игру, в интернете. Эээ, вот, смотрите. Вот так. В этом все. А, я надеюсь, что помог вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если, если вы, эээ, сделаете его лучшим, эээ, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok